МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О самом интересном и важном в Нижегородском регионе расскажут журналисты областных телекомпаний. Смотрите выпуски новостей губернии. В избирательной комиссии подготовили специальные трафареты и тифломаркеры для незрячих нижегородцев. В Нижегородской области к предстоящим выборам напечатано уже более 80% бюллетеней. Социальные участковые напоминают нижегородцам о голосовании по проекту «Формирование комфортной городской среды». В избирательной комиссии Нижегородской области подготовили трафареты, чтобы незрячие могли самостоятельно голосовать на выборах. Важно обеспечить право выбора каждого избирателя, в том числе и слабовидящих граждан. Инновационный процесс наклеивания специальных тифломаркеров на избирательные бюллетени позволяет им ориентироваться и голосовать самостоятельно. 170 участков будут оборудованы материалом со шрифтом Брайля. Технологии открывают новые возможности для людей с ограниченными возможностями и способствуют их активному участию в выборах. Есть несколько вариантов трафаретов, которые мы подготавливаем. Это трафарет со шрифтом Брайля. Соответственно, когда незрячий вкладывает трафарет, вернее бюллетень в трафарет, он может найти место для проставления знака. Здесь имена кандидатов написаны шрифтом Брайля. Есть трафарет с так называемыми тифлометками. Соответственно, для тех, кто Брайль не знает, можно будет с помощью специального устройства прослушать информацию о кандидатах и найти квадратик, в котором проставить свой знак. Тифломаркеры имеют очень много положительных отзывов от избирателей, поэтому мы все усилия прилагаем для того, чтобы все больше и больше участков оснастить данным устройством. Производство бюллетеней для голосования на предстоящих выборах президента России выходит в регионе на финишную прямую. Всего планируется изготовить 2 миллиона 491 тысячу 800 бланков для голосования. Этим занимается специальная лицензированная типография. За процессом печати следят представители обл. избиркома. Все бюллетени будут доставлены на территориальные избирательные комиссии региона со 2 по 7 марта. Бюллетени будут двух образцов – обычные и для электронного комплекса обработки, так называемых КАИБов. Все бланки имеют несколько степеней защиты. «Танкерная сетка защитная зеленого цвета, она находится на лицевой стороне. Также на каждом бюллетене есть разъяснение о порядке заполнения избирательного бюллетеня. Это очень важно. Очень подробно разъяснены как раз в условии, каким образом заполняется избирательный бюллетень. Также в правом углу здесь как раз место для размещения специального знака марки, который будет сделан дальше. Дальше. В избирательном бюллетене все зарегистрированные кандидаты, они как раз размещаются в уловитном порядке. В избирательном бюллетене для комплекса обработки избирательных бюллетеней. В чем разница? Защитная танкерная сетка зеленого цвета, она располагается на оборотной стороне бюллетеня. А также в правой части избирательного бюллетеня, верхней, как раз указывается прямоугольник, в котором будет размещена печать участковой избирательной комиссии с номером, а также подписи двух членов участковой избирательной комиссии. Все хранится на специальном складе, все опечатывается. Ежедневно довозится туда еще готовая продукция, и все тоже опечатывается. Доступ имеет только один человек. На сегодняшний день уже изготовлено, наверное, 80-90% бюллетеней от общего количества. В московском районе Нижнего Новгорода этого социального участкового знают многие. У Бондаренко Аллы Степановны большая семья. Шесть детей, восемь внуков и правнук. Но и о соседях она не забывает. Всегда спешит на помощь, выслушать, поговорить и помочь. Когда я прихожу, мне говорят, ну наконец-то, у нас появилась такая служба. Я выслушиваю, общаюсь и стараюсь дальше уже передать то, что беспокоит людей. Проект социальный участковый реализуется в регионе с 2023 года по инициативе губернатора Нижегородской области. Я сейчас могу совершенно четко сказать, однозначно, что результат проекта положительный, успешный. Сейчас в регионе почти полторы тысячи социальных участковых, которые в курсе событий города. Добрый день. Здравствуйте. Это социальные участковые. Я сегодня хотела бы с вами пообщаться. Посоветуют и помогут в решении социальных проблем жителей. Коммунальные вопросы, организации субботников и благоустройство территории в районе. Здравствуйте. Здравствуйте. Я социальные участковые. Я пришла вам сказать в этот раз, что городская комфортная среда. Вы прекрасно знаете, что теперь выбираем сами, голосуем. Менять свой регион к лучшему может каждый. Принять участие в федеральном проекте формирования комфортной городской среды и проголосовать за благоустройство выбранной территории. Выходите тогда к нам. Здравствуйте. Вы меня узнаете. Конечно. Здравствуйте. Здравствуйте. Видите, как открываем, проголосовать за жжем комфортной городской среды. Обещаю. Как всегда. Московский район уже преображается. Возле администрации теперь сквер – территория для комфортного отдыха. Обыкновенная земля была. И грязь под ногами. И, конечно же, радует, что благоустройство идет. Дает улучшение с каждым годом. И всем нам быть активными жителями. То есть своими тоже силами стараться все поддерживать, чистоту, красоту. За последние годы, конечно, наш район очень преобразился. То есть стал более современный, эстетичный. То есть комфортная среда на самом деле. Федеральный проект формирования комфортной городской среды реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» по инициативе президента Российской Федерации с 2017 года. Работа над повышением качества жизни продолжается, как и активная помощь социальных участковых жителям региона. Служба информации Ольга Дудукина, Алексей Калякин. К разборке автомата. Приступить! Автомат Калашникова умело разбирает Исмаэль Киреев, ученик Нижегородской кадетской школы. На счету у 11-классника участие в трех военных парадах. Десять прыжков с парашютом и второй спортивный разряд. Я планирую поступать в военный университет войск национальной гвардии. Я уверен, что такая база кадетской школы мне поможет в дальнейшем моей учебе. Получить военную профессию стремятся и многие девочки. Василиса Тюрина и вовсе. Настояла на своем выборе вопреки желанию родителей. Сказала, что твердо хочу учиться в кадетской школе, а что мне это интересно, что я хочу посвятить свою жизнь, я думаю. В Нижегородской кадетской школе обучаются 387 девчонок и мальчишек. И, конечно, первое, что отличает ребят – железная дисциплина. Равняйтесь! Смирно! Строевой шаг дежурства на посту и сдача рапорта. Жизнь кадета значительно отличается от будней других школьников. Особое внимание – физической подготовке. Мы едем на множество соревнований. Выступаем как на всероссийских, так и в городских. Регулярно ученики кадетской школы участвуют и в показательных выступлениях. Футбол, волейбол, теннис, парашютный спорт, легкая атлетика, самбо и бокс. И это еще не весь список дисциплин, которые осваивают кадеты. Бригады! Время готовы! Самое главное, чтобы из них вышли настоящие люди, те, которые будут действительно защитниками нашей страны. Мы развиваем детей в целом и в спорте, и в учебе, и в разных дисциплинах. И все же в основе обучения – общая образовательная программа. Мария Воробьева преподает в школе вот уже 9 лет. К высокой нагрузке учеников относятся с пониманием, но и поблажек не допускает. Да, общие образовательные предметы у нас проходят в полном объеме. Привычка к порядку и организованность помогают выпускникам поступать в ведущие, не только в ведомственные, но и в гражданские вузы страны. Сдают экзамены и идут учиться именно в том направлении, в котором они хотят себя видеть в будущем. А еще всех кадет объединяет порядочность и любовь к родине. Кодекс чести каждый знает буквально на зубок. Кодекс – это в первую очередь патриот своей страны. Кодекс всегда должен выглядеть опрятно, уважительно относиться ко всем. Кодекс – это прежде всего такой пример. Служба информации Наталья Куликова, Алексей Завылов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова